Сегодня и следующие два дня, друзья, самые главные в неделе, так как в эти дни собираются очки в главную таблицу, где топ 16 команд пройдут в финал по МПЛ. Так что полный контроль, никаких ошибок не может быть, ведь дополнительной мотивации для команд это 1000 долларов за топ 1. Отличный буст. Всем привет, друзья, сегодня в видео несколько топов от КП и Альянса, файты на последней зоне, Виртуз Про и Нави, противостояние Нави и Пейн будет жарко. Ну а если вы пропустили предыдущие дни, вы всегда сможете освежить, просмотрев предыдущие обзоры. Ссылка на плейлист в описании. Не забудьте дропнуть ваши золотые лайки и комменты. Полетели. Полетели на Эрангель. На второй зоне Аркреды подлавливают Роги из ВП на ротации и тиммейты Роги решают... ...своего транспортного средства и начинают душить страйкера и Пёрпла. Жестко. Как бы вчера не разбирали свои игры и не делились опытом, эти два состава между собой, сегодня через ног они на пауэр, они в любом случае натыкаются друг на друга. Только обрадовались и тут же потеря одного из важных игроков в своей команде. Яша готовит каешечку, тут же таймится, но не попадает. Пёрпл прям почувствовал, отошел на всякий случай. Страйкер все еще меняет свою позицию. Подтягивается у нас и Эмпресс. Сейчас будет клостфайт все-таки с преимуществом 3 в 4. А Эмпресс будет закручивать с правой стороны. Возможно, через свечку можно будет отыграть. Яша и Лайтнинг оттягиваются назад, чтобы закаурить Эмпресса. Но будут ли они это делать? Они просто численным преимуществом давят команду ВП. Лайтнинг при цели у Эмпресса Закэма. Неплохая работа со стороны. Климатор отлично использует. Пёрпл отправляется в ног. Блэквайд забирает это место положения себе. И, возможно, будет перетяжка на правую сторону. Но здесь уже Лайтнинг, который выходит на Эмпресса. 1-1. Эмпресс проигрывает эту перестелку. Но Лайтнинг сразу ловит сторону от... Чуть-чуть я растерялся. Нужно было присесть, спрятаться за забором и спокойно доработать по Эмпрессу. Но, тем не менее, мне нравится, как сейчас отрыгает Виртус Про в меньшинстве. Хороший контроль сразу двух сторон. Ян также у нас греет ещё одну хаешку. Отрабатывает Блэквайд в итоге попёрнут. Плюс себе поинт в копилочку. И есть возможность восстановить преимущества. А в это же время ещё один ног получает коллектив. К составу Виртус Про Блэквайда положили. И вот Биба вылетает на позицию Яша. Яша со Скорелли перестреливает. Ещё один клоус флайт от страйкера мы могли с вами наблюдать. Ребята позволили друг другу разрывайвиться. У Яши не достал... Яша не стал хилиться или поднимать тиммейта на лоу хп. Пошёл на последнего из аркрыт и не перестреливает. Минус ВП в самом начале. Далее уже кодексы пытаются проходить на краю круга. И им мешают фью. Отправляется страйкан 69. Отправляется на 4 конечности. Как я и сказал, команды будут биться за вход на этот хайграунд под шутинг рейнджем. Там сейчас находится лишь только клан 13. Но никто не смог зайти. Мешают, навязывают такую неприятную борьбу друг другу. Ребята также у нас на экранах кодексы ревавятся. Ну, смотрим. Лежит пенчик, получает нок. Отличный вклад от Вейта. Сразу же устранение. И офф-хейс добивает. Получается у нас Фаби в ответочку с Каешечки. Прекрасная тайминговая. Залетает сейчас от этого коллектива. Филы берут всё в свои руки. Пока что в ноке Уэйт. Птенчик из страйкан поднимается офф-хейсом. Хаус по всей карте. Файты абсолютно везде. Ни кто не хочет откисать или проигрывать. Сражаются до последних. С этой строчки. И это ещё одна возможность для GG. Пройти в следующий круг. На дистанции на мини-карте наблюдаем. Насколько ещё большая. Биба затаил дыхание. Просто сейчас в режиме змеи лежит. КДВ закрывает 12-18 на топ-8. КП не впускают Нави. Также только Канина Пауэр находятся на севере. И они начинают встречать команды. Ну и Хедейк, скорее всего, мы с вами тоже потеряем. Обратите внимание, что всё это время делал участник состава Аркредов. Он просто сидит под землей. Зона шотает и шотает. Добивает Акзер. Поймать какое-то второе дыхание. И забрать хотя бы поинтов, если не победу. У нас финалочка. Это КП, КДВ и Биба в сове из Аркредов. Как раз и на оппонентах, которые присоединяются в режиме зоны. Ну а пока самое главное событие. Три на три между КДВ и Канины Пауэр. Тут же Акзер прокидывает Хаешку. Отрабатывает у нас Гонза через Айрдропы. И закидывает сейчас точнейшую за дерево. Прямо вот предвижу эту Хаешку. Гений на Бибе. Гений на Бибе сейчас просто возьмёт и переживёт этот файл состава КДВ. Канины Пауэр. Биба может минусовать обрету, но пока он не пытается. На прицелу вижу на его выстрел на половину. Меньше волнения. И они сейчас могут отконтролить. И тоже принимают решение заходить передал Гэшечку. Всё. А Биба ресурсы потратил. А вот сейчас бы его Хаешки были куда-то. Канина Пауэр. Вырываются в первый день с двух ног и топом на Эрангеле. С 11 килами. Итоги розыгрыша. Кто выиграл 200 UEC за топ-1 на Эрангеле, смотрите в моём инстаграме или телеграме. Ну а мы переходим на Мирамар и к Нави, которые приехали к Пейнам на четвёртой зоне. Снова ехать дальше. Поджимается у нас Мушкет вместе с Виком. Но OutBoss добирается на Сдэйну и это ещё одна замена в составе. Как минимум три. Всего с этой крыши для того, чтобы получить ревайв и раскинуть дымы для отсутствия вижна Джебрюд. Пару дуру и дискриму работает это дабл-ноук от Джебрюда. Кодекс Уэйд закрывает Найна. Какая же жесть происходит. Умирают два представителя релаксов. В итоге на Зазона Экспирс никак не поможет. Кодекс и принимают решение также двигаться у нас по дороге в следующий круг. А вот Армад Фэмили закрывает у нас коллектив 12-18. Пока в этот момент у нас размены. И, господи, насколько же я сосредоточился на мгновение на том, что происходит на карте, как проморгал потрясающий камбэк от Тим Пэйна против Нат Свинцера. А вот и выход от Матика. Ребята, максимально напряженная обстановка. Вик все-таки в ноке. У Матика есть шанс заставить своего товарища. Ребята просто максимально напряжены сейчас. Матику нужно попытаться использовать медикаменты. Он именно этим и занимается. А Мушкет остается один на один. У него лоу-хитпоинты. Но Матика этого и пока не поднимает. Он будет выходить на него с полной уверенностью того, что у него фулл-стан. Отличная игра от Вика. Далее окружает Матика. И это минус Нави. В самом начале просто шок игра. Снова команды дотянули до конца. Да, одновременно начались файты везде. Пока Межор Прайды разбираются с Аркредом. КП уже отлетели от Кодексов. Сейчас разрывается немного в других местах. К сожалению, да. Но я думаю, и здесь он стоять на местах не будет. Кодекс Фавлер. Справляется в ногу. Сразу же новую. Доводит до добивания своего оппонента. Импресс. Пытается собирать информацию по своим оппонентам. Реприза также в ноге от Лунатика. Уэйд работает по фаче. И состава Канины Пауэр. Далее Люксор. Получает по голове Тов Хейза. И начинается более агрессивная стадия от состава Мейджор Прайд. Ребята прокидывают первую волну хаешек в сторону Иброса и Биба. Идет неплохой ответ. Далее Люксора все-таки добивает. Это только из состава 12-18. Рандомно спреет страйкер. Буквально по оппонентам. Остается один патрон. Всего лишь Берилли. Нужно перестраиваться на М416. Канина Пауэр в это же время выбывает из этого состава. Фактически ничего не осталось. 14-й строчка. Все это время мы находимся именно на противостоянии Прайдов против Аркредов. Выходит сейчас 1-2. Не увидел лежащего оппонента сейчас Иван Эско. Но тут же все-таки добирается Данока. Минус страйкер на колени. И команда Миротворцев набирает сейчас обороты. Первый поинт уже засчитан. Львы просто готовы вгрызаться дальше. Неос поджимается как можно ближе. Биба с импрессом сейчас будет встречать через Макин двоих. Прокидывается хаешечка. Нужно выжидать. Нужно выжидать и дать возможность своим же тиммейтам закрутить, чем сейчас и занимается Поза. Еще один ногу застава Аркредов. И теперь Биба остается совершенно один. Яша в соло пытается не впустить тринадцатый клан. Время по клан Тринадцать работает. И ну не будет же он в опен выходить и просто настреливать по ребятам. Он знает, но подицы инсейн Санрайз из этого альянса. Подправляется много до команды КДВ, которая наконец-то начинает набирать обороты. Далее ВП Яша выходит по правую сторону. Клан Тринадцать в ноке Коста находится и тут Джи Джи Крис. Ребята, вы тут каким богом находитесь? Враги, она находится за пределами безопасной позиции. Уайт прокидывает дымать для того, чтобы перебежать к своему ногу на туботоварище. Санрайз получает по голове от Роги. Ребята решили загонять их. Но в итоге КДВ не впускает в зону Межор Прайд. Также приступает к альянсам. КДВ, что вы творите? Двенадцать киллов уже. У ВП остался только Блэк. Санрайз его забирает. И у нас финалочка. Джи Джи, альянсы и КДВ. Обе стороны через эти небольшие ОГшечки. А вот как раз таки КДВшкам придется. Единственная моя просьба, чтобы ребята из Джи Джи могли друг друга подстраховать. Так грамотно двигаются. Но вот неудачный ног и разрыв дистанции. Может сыграть с ними злую шутку. Держки товарищей. А вот ребята, которые начали гнаться за центром зоны. В итоге двоем у нас от Молотова и сгорели. Ну а пока что КДВ празднует свою потенциальную победу в этом матче. По поинтам уж точно. Его возможно Крис сейчас будет закидывать Хаешки, БВС Тешина и Трофку. Закрывают Джи Джи. КДВ были в Бутуброде, но просто на морозе расправляются с первыми. Уже 16 киллов у них. И осталось только две команды. Альянс и КДВ. С той же позиции Трофка туда же у нас пошел. Я переживаю. Да, численное преимущество никто не отменял. Но мне все-таки так нравилось, как Лунафикс. Трофка сыграет огромную роль в этой перестрелке. У Хидейка половина хитпоинтов. Ребята, ну просто постарайтесь добрать. Мы, конечно, за качественный и, главное, честный бой. Но зона КДВ просто выжимает на опенфилд альянсов. И это, походу, победа для них. Пока что не торопимся. Зачем Эвестейшн пошел сплит? Зона выпихивает КДВ на альянсов. И тем почти ничего не пришлось делать. Забирает топщик с 10 киллами. Но КДВ, конечно, удивляет вторую катку подряд. Летим на Санук. Добавили его Супер Уикенд. И к 12-18. КДВ встречает их на ротации. Стрельба. Это Лунатик находит Закона. Закона уже нокнули. Мармеладу тоже отправляют ног. 12-18 разваливается один за другим. Псих попытается разыграться. Развернуться по Лунатику. Тровку нокают. Но Псих по пол-хп. Лунатик заходит в упор. Сейчас хочет добрать третьего игрока. Команда 12-18. Лунатик тоже подбегает сюда. Будет пытаться сейвить своих тиммейтов. Но это очень сложная история. 12-18 приняли команду на передвижение. Еще один нок по Психу. И осталось доделать дело Тулика. Тулика убегает. Сейчас есть пикапчик, на который можно сесть и смыться. Отсюда по-добру, по-здорову. Не ожидали 12-18 увидит тут КДВ. Хоть и Пайнан. Это же их спот. Далее Аркреды прут на Межор Прайд. И не собираются останавливаться. Сансья, вот тут есть Межор Прайд против Аркредов. Будет зарубав. Опертся у нас тренд. Уже пол-хп он потерял. Ответочка по Ниозу. О, он тоже минус пол-хп. Перпл раскидывает хаешки. Как вы резнест неудачно. Межор Прайд теряет одного своего игрока. Без укрытия находятся Аркреды. По ним идет огонь. Причем высота на стороне Межор Прайда и Ванеска будет обходить с фланга. Потенциально команду Аркред можно поддаказать. Я бы отметил движение Аркредов. Они очень широко шли по горе. И, соответственно, контролировали друг друга с углов. Это и привело сейчас к локальной победе. Доплеживаются. Я вижу, где Эклипс. Пока не понимаю, где второй. Полрук. Горпа Мноки сразу подключается. Следующий очень неплохой спрей был от Эклипса. Добивает еще одного, но сам падает Нок и Ванеска. Остается один против троих. И его идут зажимать с двух сторон. Вима Мноки оказывается. И Ванеска пытается добить. Забирает один франк. Аркреды, как бульдозеры идут, не замечает Прайдов. Рано расслабляться. Переходим на файт Армед Фэмили и Альянс. Дискрима, Хэдэйк в Ноке. Это как команда Армед Фэмили, которая тоже, кстати, с двумя потенциальными потерями сейчас может оказаться. Какая Хаешка сейчас полетит по Люксору Витамину, но не добивает. Искрим уже погибли. Сейчас Хаешка может быть летальная для Витамина. Витамин снова в Ноке. Люксор отходит очень вовремя. Я бы на их месте шел пушить. Второго шанса Армед Фэмили просто не дадут это сделать. Питерс Витамин в Ноке. Рудер моментальное добивание. И Санрайз с Рудером идут дальше. Мастерский выпад от Альянс. Хорошая попытка. Сейчас даже добьют Люксора с Юмпика. Они оптимальны сейчас будут стрелять. Санрайз, Рудер понимает прекрасную позицию Люксора. Если Молик... Молик цепляет Санрайза. По-моему, это будет ли Нок? Да, Люксор. Сейчас еще может своего тиммейта... КП делает минус три по релаксам. Встречает Пейнов, делает минус два. Пейн и Нокнули от боя, но его подняли. На третьей зоне встречается 13-й Клан и Филы. Но первый Нок от Армед Фэмили с горы. Да, ты 13-й! Что происходит? Теперь вся информация. Уже на нежданчике ты противников не накажешь. Филы, знаю, все, заходит с трех сторон. Но в Хейза принимает Люксор! Да, это Армед Фэмили. Люксор как раз-таки с горы. 13-й получают. Сейчас преимущество. Еще один Нок по Филам. Что происходит? Филы подгорают. Это очень сильно подгорают Филы. Алексей! Что происходит сейчас? Знаешь, как рано ходить. И в итоге минус три у Филов. ВП спускаются на севере. Прямо на остатки Пейнов. Ребята, сходовая спокойненько. А вот ВП тем временем обрушивает свой гнев на Пейнов. Но Яша влетает и тут же получает хаешечку. Вторая полетела за следом. Но Яша не умирает пока что. И Пейны держатся Мушкет с Виком. Будут закидывать еще гранаты или нет. Блэк Вайп пытается резать. Яшу, Яша почти погиб. На последнем издыхании Мушкета. Но два нога сделает Вик. Что творит Вик? Какие два нога сейчас могут и добить? Кого-то из игроков Virtus.prone не делают. Это в третий ног. Но прилетает Молик. В итоге добивает. Вик, если бы ты сейчас сделал клач, ты бы точно был героем дня. Отличная игра на Миромаре. Теперь вот Санук. Это жестко. Настало время Na'Vi теперь проходить круг. И идут прям на кодекс. До зоны будет тяжело добираться. Сейчас кодекс и попадает под удар от Нату с Винсера. Я не представляю, как сейчас Фабе отбиться. В мате кидает Молотов. Попадет. По-моему, там Фабе. Фабе все очень плохо. Нато с Винсера доедает еще одного бойца из кодекса. Сделали минус по кодексам. Теперь переключается на Оникс. Потому что у нас тут Na'Vi заходит в зону Найна. Снимают, который в здании находился. Очень интересный опен-фраг пошел от Нату с Винсера. Заберет сразу. Лакер-фа отстреливается от команды Na'Vi. Но маловероятно, что будет успех. Хотя что творится? Китсуне падает ног. Забегает вперед. Там Виртуз Про разбираются с КПшками. Ничего еще не закончилось. Ходит Матик агрессивный. По Лакер-фа. Его минусуют. КДВ отлетает от зоны. Перпл остался тоже за зоной. И у нас суперфинал. Na'Vi и Виртуз Про. Матча из Камины Пауэр пытался вбежать в зону. Но также был закрыт Матиком. Почему? Да посмотри, какой у них позиция. Ты посмотри, у них позиция за стеной. Зона на них прокнула. Мне кажется, вот этот выпад от Яши сейчас был лишним за камень. Конечно, надо было дожидаться просто прихода на Тус Винсера. И подлавливать их. Но тут же ответшка от Роги. Олдбой минуснулся. Лайтинг просил по ХП. Китсуна прикрывает с фланга. Тяжелая, тяжелая ситуация. Как для Na'Vi, так и для ВП. Я думаю, плюс-минус шансы равны. Мне кажется, что для ВП ситуация получше. Потому что все-таки зона прокнула на них. У них есть время. Олдбой погибает. Na'Vi. Матик оказывается в Ноке Китсуне. Соло. Ну что, повторение. Повторение Мирамара. Один в два. Китсуня против Виртуз Про. Лайтинг Роги настреливают в дымы. Нон-стопом. На этот раз ситуация немножко иная. Там тоже был прок зоны в пользу. Ой, сгорит. Сейчас Китсуня успевает похилиться. Но горит. Но ВП позиция лучше. И у Китсуны не получается повторить клач. ВП берет топчик с семью киллами. Полетели на Мирамару. Филы попали в очень сложную ситуацию на второй зоне. Сначала файтились Аркред, но тут еще и Межор Прайд приехали. Собидарен от того, что пока не показывает текущий уровень команды. Да, они сейчас просили, их зажмут с двух сторон. Аркреды и Прайды вышибают фил и не оставляют камни на камне на этой команде. Но, опять же, долгая дистанция. У нас три дня супер-уикендов. У нас три супер-уикенда. То есть есть время, есть возможность еще раскрыть себя. И, я говорю, тем мне нравится формат такой. Уфхейза уже забирают. И реприза, скорее всего, тоже отсюда никуда не выйдет. И Ванеско дает прострелы в дымы. Огонь на подавление. Здесь же обходит не Оскух. Патронов вылетает. Минус фил в самом начале. На севере четвертой зоны Ониксы и Кодексы закусились. Сфокусировались на этом противостоянии. Кстати, на Армд Фэмили прокает зона снова. И, знаешь, мы все ближе и ближе к твоему прогнозу. Когда сказал, что именно Армд Фэмили могут забрать топ-1 на этой карте. Но еще все впереди. Кодексы теряют игроков. Фаби в минусе Лакерфа. Минус 0-1. Причем с добивом очень неплохо. Очень крутая ловушка от Найна и его команды Ониксов. Максимально подпустили в упор к себе Кодексов. И благодаря позиции Лакерфа Лакерфы хорошо отыграли по вейту его команде. И сейчас Грета Хаешка. Очень поздно. Очень поздно. Да, сложный такой файт здесь от Ониксов и Кодексов случился. Лакерфа в итоге добирают. Сейчас по Найну хочет доиграть. Следом Пэйн и Нави снова встречаются. И снова крутая игра с гранатами от Пэйн. Так вышло, что в итоге Хелкет совершенно не в позиции. Взрывается у нас просто килл-чат. Полетели имена в списке. Меку по Эну и по Пэйнам. Пэйны отвечают. Любомир по Матику. Матик, Меку, Матик упали в ног. Сейчас по Олдбою. Мушкет пытается кинуть гранату. И Хаешкой нокает Олдбоя. Прекрасно тайминг Китсуни. Один остается против команды Пэйн. Мушкет будет бороться. И Вик тоже подъезжает сюда, чтобы 1-2 разыграть против Китсуни. Напряженный момент сейчас для Натус Винсера. Они могут отлететь на 15-е место. Будет, скорее всего, Китсуни разрезать. Мушкет подходит сюда. И снова Пэйны закрывает Нави на Мирамаре. Это просто похоронная. На заправке Гудгеймсы и Аркред встретились. На заправке разбираются со Страйкером и коллективом Аркред. Да что творится сейчас? Сколько агрессии и прекрасные действия Гудгеймса будут драться дальше с Аркредами. Кномик, кстати, от Каешки Хедейка. Но Кэдс здесь дальше прострелит. Идет Биба, пытается забрать Крис. Ложится Биба, еле-еле живой. Страйкер тоже. Какой сложный момент. Крис будет воевать. Нокает соперника. Но зона уже душит. Выбегает Крис. Град взрывается. Импресс должен доесть Криса. Но несут потери серьезные команды Аркред. Янг. Тем временем встречает Перпл. Синяя зона. Он уже так сильно Перпл падает. Но кто же остается? А на востоке круга 13-й клан встречает Прайдо. Меджи Прайдо и кланом 13. Да ладно, здесь очень хорошо. Клан 13 встречает Меджи Прайдо. Кирильо уже в Ноке находится по инцину. Тем временем НСК отрабатывает. И добирает его Иванеску на ЛОХП. Сам остается. И почти добирает его фраке. Но минус. Иванеска еще один фрак делает. Коста в итоге соло. Прайдо идут вперед. Это свой коллектив. Гудгеймс это минус. 12 команд остается и 34 человека. Посмотри на молик, который упадет. Кирильо. А там же Хаешка прилетает по инцину. Еще один Нок. И Коста здесь один должен как-то принимать бой против тройки из Меджи Прайдо. Вот долго. Посмотри, он прожег Иванеску. Надо было пытаться выбегать. В итоге он остался за бугорком. И Ниос разыгрывает эту шахматную партию для своей команды. Поднимает. Есть проблем нокает Коста. Сейчас еще Инсейн. Удалось поднять Эхо. Но там оказывается Нок и снова Инсейн. Надо подкидиться. Есть, может быть, небольшой шанс. Но один в три, я думаю, маловероятно. Для Инсейна он выбегает. Тут же по нему стрельба. Затяжной файт. Но все-таки Прайды заканчивают с 13 командой. Следом за 13 кланом идут 12-18 теперь. Прайдами здесь минус Мармелад и Псих, похоже, один. Кирилья идет нажимать Психа. Граната взрывается. Очередная Псих выбегает. И, скорее всего, его доедят. Мы же Прайд уже... И это 8 киллов уже для Прайдов. В одних кимпах были КП Альянсы. Альянсы запушили, но у Перетяжку успели сделать Гонзо с Фаче. А КДВ все-таки закрыли Прайдов на топ-6. Снова КДВ показывает отличную игру уже. 9 киллов настреляли. КДВ решают закрыть КП-шек. Нокают и закрывают Гонзо. И пошли на Фаче. По простому, если возможно, Гжибрю! Бегает по Фаче, играет, но не набирает его. Фачи прячется сразу, Жовко выходит агрессивно. Но Люксор из Армед помогает КП. У нас финалочка Армед, КП и Альянс. Три сольника. Супер Миромар. И Дискрим вырывает победу для Альянс четырьмя киллами. Второй топ. И тоже Миромар. Две тысячи долларов. Жесть. И последний Ирангель, друзья. Последний шанс на сегодня заработать тысячу долларов для команды. И Нави сразу включаются. Начали охоту на Межор Прайд. Высаживают сначала Ванеску. Далее Неос постарался укрыться в Один. Но в его же баги садится Мекку и забирает Неза. Тринадцатый клан встречается с кодексами рядом со школой в Кемпах. И как же долго думает тринадцатый клан. Делают Ноки. Так идите пушьте бояться. Очень осторожная игра. Эхо. Коста будет поднимать. И вот здесь уже кодексы расхилявшись. Они-то как раз могут проявить агрессию. И сдвинутся под состав тринадцатых. Уэйд вбегает в дом. Прострел. Да, идут душу очень сильно. Коста. Эхо все еще в ноге находится на половине Компах. Больно. Сейчас еще он на игроку команды тринадцатых. Коста падает Нок. Налетев на Молик. Еще один брак делается. Здесь фракена падает Нок. Инсейн есть на подсейве. Попытаться разобрать команду Коунекс. Но это будет очень сделать сложно. И только Инсейн сейчас единственный шанс команды тринадцатых. Разборка против Фаулера. Один на один. Выходит Фаулер меняет позицию. Снова очень опасно. Будет ли Фаулер пытаться доедать Нокнутых игроков. Или все это выйдет на один на один против Инсейна. Инсейн выбирает опцию отхилиться. Прежде чем забегать. Это снова характеризует вот тот сейвовый плейстайл команды. И в итоге попотились за это. Последние зоны на школе и общагах. И все команды начинают сюда заезжать. Нас ждет множество файтов в домах. Полная безысходность от Релаксов и Фью. Много команд появляется. Релаксы тоже въезжают по Пёрпу. Могут поиграть. Матик тем временем убирает игрока команды Кодекс с концами. У Релаксов проблемы. Нокс Хаешки. Натус Винцеры тоже светятся в киллчате. Все запуталось. Два нока по Релаксам. Последний оставшийся игрок. Что творят Аркреды сейчас? Как они разваливают Релакс в Экспайрес 1. И я боюсь, что уже ничего ему одному не сделать. Против страйкера, который в Фьюфайре работает. Ходюшка прилетает по Экспайресу. Его взрывают. И команда Релаксов пытается зайти до конца. Все еще втроем живут. Очень неплохо закручивают. Кстати говоря, Филы все еще живут. Они въехали и выжили пока что. Посмотрим, будет и принимал его по Филам. Разыгрывать с трех сторон. Ант Фебели. Подъедают ребят из Дефил. И отправляют их на 12-ю строчку. Разрыв. ЧП теперь въезжают на 12-18. Оставшихся в зоне. Такс. Тулика. Хаешка в Тулику прилетела. Была бы. Получилось. Не догрел. Так. Психа тем временем подъедает. Еще один фраг для себя зарабатывает. Канина Пау уже 5 киллов. И удачно их закрывают. Зона ушла на одну общагу. И туда нацелились Аркред и Нави. Это спецназ. Лица в пол. В него будут хаешки закидывать. Но по-моему он сам открылся. И его просто поймали. Открылся. Да. Он принял решение бежать. Пытаться к общагам. Это было бесполезно. И не нужно. Маки. Забирают Аркредов. Здесь еще неплохо. Разыгрывают момент Гудгеймс. Ай. Да. Тут с Винстри влетают в Арм Фэмили. Как жестко перестреливают. Там Фэмили падают один с другим. И скорее всего на Тус Винстри их отправят на седьмую строчку. Люксор остался в СООО. Да и до тех Нави. Отправились кушать на Тус Винстри и только одного. Не помню точно кто от КПшек. Кто КПшек уже подняли. Тем времен Аркреды пошли в агрессию. Их разбивают сразу же. Минус Аркреды. Гудгеймс тоже скорее всего отлетят. Прошу обратить внимание. Канина Пауэр. КДВ Спортс. В зоне. Прекрасно выводить тебя просто на этот разговор. Давай погвали. И сейчас внимание на зону. Это финалочка. У нас полностью зона ушла на гору. Где восседают Канина Пауэр. Команда изобрать чикен динер в этом матче. Матика будет крайне проблематично поднять. Акзер продолжает расстреливать. Китсуня в ноги. Акзера ногают в отвертку. Утбой последней выжившую на Тус Винстри. Нужно поднимать Китсуню. Стараться выводить эту борьбу на 2 в 3. Если получится. КДВ Спорт правда с другого фланга обходит. Матика дожимают в итоге. Канина Пауэр все еще удерживает высоту. И не пускают ни Нави, ни КДВ к себе. Но КДВ Спорт не воспользовались войнушкой. Канина Пауэр и Нави не подошли в упор. Они могли против часовой стрелки закручивать. И в итоге наказывать. Как же повезло КП с зоной. И какая же жесткая катка для Нави. Канина Пауэр берут топ с 14 киллами. Итоговую таблицу вы сможете посмотреть у меня в соцсетях. Особенно в телеге или в инстаграме. Стоит отметить, КДВ очень сегодня старались. Конечно же Альянс и КП с двумя топами. Неуверенная игра для Нави. Это был сумасшедший день. Увидимся с вами завтра. Всем удачи.